Привет, YouTube! Меня зовут Полина. Добро пожаловать на мой канал. Я вас поздравляю со всеми новогодними праздниками, с Рождеством и с наступающими праздниками, которые нас еще ждут в январе месяце. Кто-то подводит итоги в декабре, кто-то подводит итоги в январе. Я отношусь к той категории, которая будет подводить итоги в январе месяце. Подведем итоги люксовой косметики за 2021 год. Мы подведем итоги самых классных продуктов бюджетных за 2021 год. И также будет видео о разочарованиях. Это первое видео будет посвящено моим фаворитам люксовой косметики за прошедший год. Я постаралась сюда включить продукты новые, которые выходили в прошлом году, но также будут продукты мои любимые, которые я, признаюсь честно, повторяю уже несколько раз. Кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, ставьте лайк и обязательно поделитесь своими фаворитами люксовой косметики в комментариях под видео. Начну с тонального крема. Я выбирала между тремя новинками Clorance, Estée Lauder и Dior Nude. А дам первое место тональному крему Dior Forever Nude, который был выпущен летом этого года. Это тональный крем, который имеет очень легкое, сияющее, натуральное покрытие. Идеально подходит любой коже, будь это жирная кожа, будь это сухая кожа. Мы как раз таки с вами тестировали его летом, когда на улице было очень сильно жарко, и он повел себя замечательно. Отлично носится в течение дня, не вызывает чувства никакого дискомфорта. Если вы обладатель жирной кожи, то вам советую только припудрить и зону. Дает красивый натуральный финиш, но за счет состава, а не за счет светоотражающих частичек. Этот тональный крем слегка фиксируется. Кстати, обзор на все продукты, о которых я сегодня буду вам рассказывать, ищите в инфобоксе под этим видео. Текстура очень податливая, прекрасно растушевывается, и он незаметен на коже. Вид как будто бы ваша кожа, только лучше. Ну и плюс такой приятный цветочный запах. Дальше у нас консилер, и консилер также новинка, это Lancome. Консилер Tint Idol Ultra Wear прекрасно прикрывает снечки. Консилер очень пигментирован, при этом имеет очень тонкую текстуру, фиксирующуюся. И не скатывается, не забивается в морщинки под глазками, не подчеркивает морщинки под глазками. Отличный консилер, единственный такой небольшой недостаток для меня, это вот супер большой спонж. Но я уже привыкла использовать мне его намного легче. Показываю текстуру, видите, он хорошо пигментирован. В течение дня будет находиться там, где ему положено, никуда убегать не будет. Дальше должна быть пудра. Здесь будет мой постоянный любимый продукт, это пудра от бренда Chanel. Большая рассыпчатая пудра, обожаю ее. Если вы не пробовали, я вам настоятельно рекомендую. Здесь очень большой объем, целых 30 грамм. Она полупрозрачная, поэтому не особо важно, какой у вас будет оттенок. Я в данном случае использую оттенок 20. Пудра потрясающая лежит в течение дня. Отлично подходит для любого типа кожи, что немаловажно, если вы девочка с сухой кожей, она не будет вам ее подсушивать. Она прекрасно дружит с тональным кремом, сглаживает рельеф. Она не будет давать глухого матового покрытия, больше такое натуральное сияние кожи. Но если у вас устойчивый тональный крем, то по факту у вас не будет появляться блеск где-то в районе 5-6 часов. Для жирной комбинированной кожи я считаю это просто превосходно. И теперь время перейти к скульптурированию лица. И здесь у меня побеждает палетка от Патрика Та. Выпущено было три цвета в этом году. Это сочетание кремовый и сухой тексту. За это я ее обожаю и действительно вам советую. Здесь присутствуют, как я уже сказала, два продукта. Кремовый и сухой. Они отличаются по цвету. Соответственно, кремовый это больше как скульптур он имеет. Оливковый такой холодный. Больше по тону. И бронзер он потеплее. Но именно вот это красивое сочетание теплого и холодного цвета делает вам невероятно красивый коррект. Плюс эти продукты невероятно легкие в использовании. Я думаю, у вас не составит никаких проблем сделать себе красивое скульптурирование лица. У меня оттенок She Sculpted. Это второй. То бишь подойдет большинству девочек. Скульптурирование лица мы с вами сделали. Теперь давайте выбирать румяна. Румяна, которая сейчас на мне. Румяна из последнего видео. Бренда Rose. Кто не знает, Роузи выпустила линейку косметики. Пока она не многочисленная по позициям. Но я думаю, учитывая ее успех, нас ждет расширение линейки. Это кремовые румяна. Их также можно использовать и на припудренную кожу. Они невероятно красиво смотрятся. Дают вам такое красивое свечение кожи. Что по факту можно не использовать никакой хайлайтер. Также эти румяна можно и в качестве помады использовать. Текстура у них суфлейная. И несмотря на то, что оттенок вам может показаться ярким на коже. Он лежит очень красиво. Эти румяна еще в невероятно красивой и стильной упаковке. Роузи здесь действительно сделала классный, достойный продукт. Самое время перейти к макияжу глаз. Это, конечно же, бренд от Патрика Та. Да, к сожалению, упаковка не самая удачная. Потому что отпечатки пальцев у нее остаются. Палетка теплых оттенков здесь присутствует. Существуют как матовые с шиммером и сатиновые. И также есть два кремовых оттенка, которые можно использовать в качестве подложки под основные тени. Тени очень пигментированы. При этом они потрясающе тушуются. Почти не осыпаются. Невероятные красивые оттенки, которые удивительным образом подчеркнут любой оттенок глаз. Вообще, я считаю эту палетку очень удачной. Я делаю на нее большой обзор. И чтобы сейчас не останавливаться, прикреплю ссылку под этим видео. Кто не пробовал, я вам настоятельно рекомендую. Это такая хорошая базовая палетка. Я думаю, что Патрик Та нас еще тенями порадует. Только он выпустит, и я обязательно приобрету попробовать. Очень удачная палетка базовых оттенок. В поиске присмотритесь. Здесь же уделю внимание карандашу для глаз. Карандаш будет от Романова Мейкап. Это российский производитель. Это карандаш цвет Temptation. Это гелевый карандаш. Очень стойкий. Его можно как для слизистой использовать, так и с помощью него стрелочки рисовать. За счет достаточно сложного цвета он красиво подчеркивает любой оттенок глаз. Карандаш очень стойкий. И я думаю, по использованию понятно, насколько это мой любимый карандаш. Здесь же мы с вами поговорим про тушь. И моим открытием по вашей рекомендации стала тушь от бренда Вера Брежнева. Это тушь объемная. Это термо-тушь. Вот в такой упаковке в бренде представлено три. Это всегда у них sold out. И словить ее, честно, еще тот квест. Обычная щеточка, не силиконовая. Я обожаю эту тушь за то, что она не осыпается. От слова совсем. Даже тогда, когда ты одеваешь маску, она не осыпается и не отпечатывается. Смывается теплой водой абсолютно без труда. И не делает никакой панды. Ее очень легко просто смыть с глаз. Здесь Вера меня покорила. И я пока не собираюсь от нее отказываться. Хотела перейти к губам, но вспомнила, что ничего не сказала вам про брови. Однозначно, моим фаворитом в качестве фиксации бровей стала Анастасия Бевельхиллс. Вообще, считаю, что это бренд, который выпускает одни из самых классных, крутых продуктов. И потом ты просто наблюдаешь, как другие бренды копируют ее идеи. Здесь же Анастасия выпустила гель воска для бровей. Напоминаю, что на него также был отдельный обзор. Это продукт, который хорошо фиксирует брови. Если вы любите эффект ламинирования бровей, чтобы брови были зачесаны наверх, то однозначно это моя вам рекомендация. Продукт прозрачный. Несмотря на это, он застывает и не вставляет вам никаких комочков. То бишь, в течение дня у вас хорошо зафиксированы брови. Круче него я пока ничего не встречала. И мы переходим с вами к губам. Здесь будет один караташ и две помады. Один карандаш это будет также романовый мейкап. Для меня этот продукт не новинка 2021 года. Но я в прошлом году с этим брендом познакомилась. Карандаш также гелевый. Оттенок Ice Kiss. Это такой пыльно-холодный розовый. Очень круто увеличивает губы. При этом он невероятно стойкий. Самое главное быстренько вам его растушевать. И потом я обожаю наносить в центр какой-то блеск. Либо какую-то помаду. И ты получаешь красивые губы. Также с другой стороны есть кисточка, которая вам помогает растушевать. Но я ей, признаюсь честно, не особо пользуюсь. Мне очень нравится цвет. Такой максимально натуральный. И круто, повторюсь, увеличивает губы. И переходим к помадам. Я говорила, что здесь два продукта. Это будет Dior и Charlotte Tilbury. Не могла я пройти мимо Шарлотты. Обожаю ее. Жду, кстати, ее тональный крем, который она выпустила. Выпусенная в конце декабря. Но вот в свободную продажу он поступил буквально в первых числах нового года. Я уже заказала. Жду доставочку. И надеюсь, что мы скоро с вами его протестируем. Так вот. Про Шарлотт Tilbury. В такой красивой упаковке с камушками. Мне кажется, это просто супер девчачья упаковка. Но посмотрите, как это красиво. Так, и у меня оттенок Wedding Belts с такой эмблемой сердечка. Камера, фокусируйся. К сожалению, помада уже не новая. Поэтому не совсем, возможно, эстетично она выглядит. За это я у вас прошу прощения. Но заметно, что помада любимая. И когда у меня клиенты просят какой-то натуральный оттенок на губах похолоднее, я просто достаю эту помаду. Как красиво выглядит. Текстура кремовая. Такая матовая. Но комфортно носить в течение дня. Не сушит. Любительницы матовых натуральных оттенков ее оценят. Еще одна моя любимая помада. Также матовая. Это Dior в оттенке 772. С эмблемой бренда. Текстура очень приятная. Не сушит губы. И, кстати, очень стойкая. Да, она будет у вас отпечатываться, если вы будете пить водичку. Но при этом она остается на губах. И спокойно переживет какой-то легкий перекус. Ее также можно в качестве румяна использовать. И посмотрите, как она красивенькая. Я считаю, что это идеальный цвет. Когда вы хотите какой-то яркий акцент на губах. Но при этом не хотите использовать красный. Она легко растушевывается. Я вам настоятельно рекомендую этот цвет от Dior. Мой список продуктов на этом заканчивается. Обязательно встречаемся с вами в следующем видео. Вы же пишите в комментариях ваши любимые фавориты люкса. Я очень люблю читать ваши комментарии. И подмечать для себя классные продукты. Следующее видео будет посвящено фаворитам бюджетным. Поэтому не пропускайте. Ставьте лайки. Подписывайтесь. И до встречи в следующем видео. Пока.